Здравствуйте! Это программа «Выход есть» и я ее редактор Ксения Буганова. История, которую я расскажу сегодня, страшна настолько, что в нее трудно поверить. 11-летний Юра Осокина Забаканова уже два года не живет, а существует. Дни, когда его не мучают адские боли, можно пересчитать по пальцам. А все потому, что в мае 2012-го врач не заметил явных признаков медицита. В итоге ребенок едва не умер от перитонита. Понимаете, это только надо видеть и слышать, когда он приступ, когда он плачет, когда он призывает. Бабушка, ну помоги хоть ты, Матронушка, я тебя умоляю. Ну почему это со мной такое происходит? За что? Мама! Под такие крики семья Осокиных живет уже третий год, а началось все в мае 2012-го. Те страшные дни мама Юры, Валентина Осокина, не забудет никогда. Привезла в больницу сына, скрюченного от сильных болей в правом боку. Женщина грешила на воспаленный аппендицит. Но врач, осмотрев ребенка, эти подозрения не подтвердил. Сказал, обычное отравление. Выписал смерть в обезболивающие и отправил домой. Но боль не утихала. И к вечеру Валентина снова привезла сына в больницу. Его госпитализировали. Но оснований для операции врачи снова не увидели. Хотя родственники настаивали. Я просила, просто умоляла доктора. Ну, знаете, грубо говоря, разрежьте, сделайте ему, выбросите вы этот аппендицит. Пускай даже трудно, если не аппендицит, то есть под вашу ответственность. Да, да, расписку, да, это самое, давала. Всю ночь мама не отходила от кровати сына. А ему становилось все хуже и хуже. Утром женщина умоляла врача, сделайте операцию, сыну совсем плохо. И на что мне Конзичаков в грубой форме ответил. Это для вас он тяжелый, а для нас он обычный, простой больной. То есть, как бы, вообще не реагировал, что у него температура была под 40. Что ребенок прям, ну, как бы угасал. Он прям лежал, и вот просто растение. И только спустя еще сутки, когда Юра перестал реагировать на маму и стал закатывать глаза, его повезли в операционную. Как выяснится позже, если бы с операцией протянули еще пару часов, и Юру могли не спасти. Они, получается, признали, да, что на самом деле это был аппендицит. Да, гангренозный перитонит, он уже лопнул, да, этот рост только лопнул, да, он в брюшной полости. Видимо, когда вот снимок делали, затем я и в правом боку, вот это и был уже лопнутый аппендицит, только он находился в брюшной полости. Вот. А за трое суток, конечно, с температуры 40 уже заражение пошло по всему организму. Юру практически достали с того света. Спустя месяц выписали из больницы. Несмотря на то, что мальчика, продолжали мучить боли и регулярно поднималась температура. Все это врачи списали на послеоперационный период. Мол, так и должно быть. Через неделю мама снова привезла сына в больницу с сильным болевым приступом. У ребенка берут анализы и экстренно везут на операцию. У него была непроходимость тонкой кишки. То есть экстренно понадобилась операция. Она уже вздулась, как мне потом сам Супраков объяснил. Она, говорит, уже сильно вздулась. То есть еще бы чуть-чуть, она просто лопнула. Вот. Его, значит, прооперировали, рассекли спайки. Через несколько дней после операции Юре снова стало плохо. У него открылась сильная рвота. Вышла такая вот, как бы, жил с чернотой, ну, то есть непонятная вообще смесь. Я побежала опять за дежурным доктором. Работал уже тогда Лагашев Константин Михайлович. Я говорю, что с ребенком, почему? Он прямо захлебывался, мы его троем держали. Доктор, когда зашел, увидел, все это залито. И он вот так, не знаю, что с вами делать, до утра бы дотянуть. Я говорю, как до утра? Ребенку плохо. В общем, ему опять поставили капельницы, вот так мы с ним до утра сидели. И все. Не стали даже переводить в реанимацию. Маму осталось дежурить у кровати сына, а бабушка отправилась в Минздрав Хакасии. Жаловаться министру на бездействие врачей. Реакция была мгновенной. В больницу по зданию Минздрава приехал хирург из Республиканской больницы Владимир Борисов. Осмотрел мальчика, сделал УЗИ и срочно вызвал маму в ординаторскую. Надо экстренно оперировать, прямо сейчас же. Я говорю, как оперировать? Его живот только подняли с реанимации. Да, у вас инфильтрат, то есть еще чуть-чуть и перитонит начинался уже. Как мне потом Борисов, один на один, получается, я стояла в коридоре. Он подошел, я говорю, почему, от чего? Он сказал, некачественно сделали первую операцию, то есть плохо вычистили, у вас начинается перитонит. Помимо этого толстая кишка перегнулась и упала в малый таз. Узнав, что его снова везут под нож, у Юры началась истерика. Когда везли его, конечно, на каталке, он мне тоже страшные слова говорил. Он так смотрел на меня, слезы бежали и говорил, мамочка, неужели я тебя больше никогда не увижу? Ну, то есть, как бы, я не знаю, вообще, конечно, вот эти все были взгляды. Юру прооперировали в третий, но, как выяснится, позже не в последний раз. Мальчика продолжали мучить сильные боли в животе. Когда он ходил в туалет, извините за подробности, у него кусками выходили кишки. И постоянно поднималась температура, но в больницу его уже не госпитализировали. У семьи Осокинах началась череда хождений по врачам и кабинетам чиновников. Такое впечатление, что, вот понимаете, у людей, которые лечат детей, нет души, никакого сочувствия. И, понимаете, они, наверное, думают, что это все выдумываем мы, что ли, и я ничего не могу понять. Понимаете, вот в этой жизни я ничего не могу понять, потому что никакого, вот два года прошло, никакой помощи ребенку. Родные Юры добились, чтобы его отправили в федеральную клинику, в Москву. Сначала Минздрав дал направление в больницу Рамн. Там Юру обследовали, полечили и выставили кучу диагнозов. Все под вопросом. И отправили домой, рекомендовав врачебное наблюдение. Только вот проблемы семьи Осокинах, видимо, поднадоели местным докторам. Когда бабушка привезла внука в больницу с очередным приступом, а это случилось в родительский день, дежурный врач высказал ей все, что думает. Вот аудиозапись этого разговора. У меня жду на хладбище, я ничего не могу. Я понимаю, у вашей хладбище, у меня и внук. Вы бы, наверное, не хотели такой участи своему внуку или внукам своим. Владимир Васильевич, вы давали клятву гиппократа? У вас внуки. Владимир Васильевич. Да, такой клятвы нет. Это придумали. А халатность? Есть клятвы врача? А халатное отношение врача? Нет, такое халатное отношение. А какое? Почему вы в прошлом году, я вам говорила, я вам расписку напишу, прооперируйте. Вы нет отравления, у него отравление. Пока не внукнул. Тем более, почему? Потому что не было клиники. Ну как не было? Ну, Владимир Васильевич, рвота, температура, боли в правом боку. Пообивав порогами здрава еще несколько месяцев, мама Юра добилась еще одной квотой в федеральную клинику. На этот раз в российскую клиническую детскую больницу. Там мальчика тоже долго обследовали и тоже не смогли поставить точного диагноза. Выписали. И в этот же день с Юра случился очередной сильный приступ. Его экстренно отвезли в операционную. Разрезали и сделали ревизию брюшной полости. И первое, что сказал доктор после операции. Радуйтесь, отмолили ребенка. То есть я сначала не поняла, а он мне рассказал. Было множество спаек, которые они рассекли. В том числе полностью кишка была припаяна к брюшной стенке. То есть она была недвижимо, что создавала вот этот дискомфорт. Боль постоянно, да, вот эти приступы. Плюс кишка, которая была деформирована, она была отогнута на 5 сантиметров и давила на мочевой пузырь. Из-за этого, видимо, он уже и онурез у него начался. После этой операции прошло уже 3 месяца. Но боли у Юры так и не проходят. Температура продолжает скакать. Анализы крови все хуже и хуже. Из здорового, активного ребенка, который занимался спортом, мальчик превратился в инвалида. А впереди неизвестность. Пожалуйста, врачи, помогите мне, чтобы у меня живот не болел, чтобы все было хорошо. Что делать, где искать помощь, родные Юры уже не знают. Как и не знают, есть ли смысл обращаться к местным врачам, которые однажды уже чуть не сгубили их сына и внука. Они пришли за помощью к нам в редакцию. Продолжение этой страшной истории сразу после рекламы. Эта программа «Выход» есть. Напомню, к нам за помощью обратилась семья Осокиных, у которых уже третий год от мучительных болей страдает сын и внук. После того, как в Абаканской больнице врач проморгал от медицит и прооперировал ребенка, только когда у него начался оперитонит. Выслушав Валентину, маму Юры, мы сразу позвонили в Минздрав. Вопросов было много. Нам пообещали ответить на все и назначили день для интервью. Мы приехали и очень удивились, когда узнали. Интервью нам будет давать не специалист, а пресс-секретарь ведомства. Это, видимо, чтобы мы не задавали лишних и неудобных вопросов. Так вот, по мнению Минздрава, для Юры Осокина они делают все возможное. Ребенок был направлен в Министерство здравоохранения Республики Хакасия на лечение в одну из ведущих федеральных клиник. Это было в июле 2013 года. Стоит отметить, что по обращению Министерства здравоохранения Российский детский фонд выделил бесплатный билет на обратную дорогу для пациента и его родительницы. А еще Минздрав отправлял Юры на бесплатное сандорно-курортное лечение в Сочи. И в сентябре этого года отправит еще раз. А еще в январе этого года выделил квоту в российскую детскую клиническую больницу. Это где Юре тоже толком не смогли выставить диагноз. А в день выписки экстренно сделали ревизию брюшной полости. Нынешней осенью мальчика отправят в эту клинику повторно. Только будет ли толк? Но в Минздраве заверили. Вопрос лечения Юры у них на особом контроле. Только что это за особый контроль, если мальчику, судя по анализам, становится все хуже и хуже? Исправить ситуацию не получается даже у московских врачей. И при чем тут санаторно-курортное лечение, если от него только краткосрочный эффект? Почему, если российские врачи не могут сделать работу над ошибками за своих абаканских коллег, ребенка не могут отправить в заграничную клинику? Оказывается, могут. Но есть одно «но». Но по рекомендации ведущего федерального центра. То есть, если в ноябре 2014 года специалисты федерального центра, осмотрев ребенка, обследовав его, дадут заключение, что ему нужно лечение за границей, то ребенок направится на лечение за границей бесплатно. А еще нас очень интересовал вопрос, а была ли после неудачной операции у Юры служебная проверка в Абаканской больнице? Оказывается, была. Заверяла нас за кадром пресс-секретарь Минздрава. Что-то там выявили, кого-то как-то наказали. Когда мы спросили, кого и как, нам ответили. Скажите, что меры были приняты. Говорю, меры приняли. Все продолжают работать на своих местах. Но, думаю, недолго. Мы отправили все документы и аудиозаписи разговоров с врачами, а их мама Юра насобирала немало, в Генпрокуратуру. С заявлением разобраться в этой темной истории. Между тем, отношение врачей к Юре и его проблеме уже стало меняться в лучшую сторону. После того, как в прошлый понедельник мы выдали в эфир анонс сегодняшней программы. И за последние несколько дней Юра уже осмотрела несколько врачей. А главврач Рецкой поликлиники пригласил на личную встречу. Пообещал, что посодействует. Отправите нас в Новосибирск на консультацию. К фатезиатру может какое-то дополнительное обследование. Но, помимо этого, то, что уже мы лежали два раза в лучших клиниках, так скажем, России, в городе Москва. Он сказал, что будем решать вопрос по поводу заграницы, то есть Израиля. У нас уже вызов есть. Все. Ну, сейчас будем как бы ждать, выдадут нам квоту или нет. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. А сейчас вернемся к истории, которую мы рассказали несколько месяцев назад. За помощью в феврале этого года к тому обратилась Татьяна Хало. С грудным ребенком на руках девушка осталась без средств к существованию. Кроме того, что Таня – мать-одиночка, она к тому же сирота. Собственного жилья нет. А после рождения дочери проблем добавил Сбербанк. Регулярно стал списывать с девушкой все детское пособие до копейки. В счет долга по кредиту, который Таня не смогла выплачивать, выйдя в декрет. То есть показывали справки, говорили, что детские, говорили, что сирота, что мать-одиночка, что это все это единственное средство существования, единственное деньги. Ну, их ничего не волнует. У меня задолженность, то есть и все. Несмотря на то, что закон запрещает списывать все долгов детское пособие, банкиры были уверены в своей правоте. Аргумент – договор, который подписала Татьяна, когда брала кредит. Документ был внесен в пункт о безакцептном списании денег с любых счетов клиента. Безакцептном – это значит бессогласие заемщика. Вместе с нашим юристом мы помогли Татьяне грамотно составить исковое заявление в суд. И вот на днях судья вынес решение. Сбербанк обязан вернуть Тане 34 тысячи рублей, которые списал незаконно, плюс компенсацию за пользование деньгами и моральный ущерб. Решение вступит в силу в конце июня. Чтобы в данной ситуации решение суда было унесено в вашу пользу, необходимо сделать ряд действий. То есть первое важным моментом является по данному делу – это именно признать недействительный вот этот пункт, получается, о безакцептном списании денежных средств. И второе же требование о возврате денежных средств, которые незаконно получены банком. Потому что, если, допустим, вы не попросите, чтобы признали этот пункт недействительным, то, соответственно, не будет оснований для возврата вам денег. Образец этого заявления мы в ближайшее время выложим у нас на сайте в разделе программы «Выход есть». А у меня на сегодня все. Редакция программы уходит на летние каникулы. А если у вас есть проблемы, решить которые нужно срочно, звоните моим коллегам в Нотабене по номеру телефона 222 700. Они обязательно вам помогут. До свидания.